Близится пора выпускных экзаменов. О том, как будет проходить итоговая тестация, рассказали сотрудники Комитета образования и науки. Какие новшества ждут учеников девятых и одиннадцатых классов. Обычно единый госэкзамен проходит в три этапа. Досрочный с 20 по 30 апреля, основной с 27 мая по 20 июня и дополнительный, так называемая вторая волна, с 8 по 18 июля. Особенность этого года заключается в том, что в этом году у нас нет досрочного этапа прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Сам этап не отменен. Просто в этом году желающих проверить свои знания досрочно в Курской области не нашлось. Нововведение 2011. Специалисты Комитета образования предупреждают. Ряд требований к проведению ЕГЭ теперь прописан в законе. Запрещено с этого года именно законодательно пользоваться условными связями и электронно-вычислительной техникой за исключением непрограммированных калькуляторов, линеек, транспортированных, соответствующих предметов. За нарушение ученика могут удалить с экзамена. Наказание понесут и родители, которым придется заплатить штраф до 3000 рублей. Следить за ходом тестирования могут общественные наблюдатели теперь на законных основаниях. Для этого необходимо заранее подать заявление. Единственное ограничение в пункт проведения экзамена не будут допущены общественные наблюдатели, имеющие личную заинтересованность. Девятиклассники третий год подряд сдают два обязательных предмета – русский язык и математика. Небольшие изменения только в форме задания. Более подробную информацию можно получить на сайте Комитета образования и науки Курской области, а также по телефонам горячей линии 56 35 23 и 70 32 96. Анна Колганова, Алексей Еременко, Телеканал СЕИМ.